всем привет мои дорогие споры идут полным ходом и хочу вам показать сумку на колесах для ручной глади которую я купила ее только что привезли такая вот черная сумка выдвижная ручку у нее дальше две такие вот ручки и они собираются да то есть ой чтобы не болтались их можно здесь вот ой вот так вот собрать вот так чтобы они не болтались дальше здесь у нее внизу два колеса я потом переверну здесь карман вот такой вот один внешний карман и одно отделение то есть по сути как такой чемоданчик большой рюкзак вот такой вот отделение здесь тоже на мой карман внутренний и вот сюда кое-что можно положить она небольшая до 5 килограмм там вот по моему 40 на 30 что и вот но требования до к ручной клади ну вот она соответствует этим параметрам на 5 килограмм и еще ее можно сделать чуть больше она здесь вот выдвигается тоже на несколько сантиметров а вот да все правильно вот она вот так вот еще выдвигается и становится чуть больше то есть вот все удобно она легкая небольшая но сюда кое-что так по мелочи можно положить даже допустим макбуки можно сюда положить какое-то зарядное устройство еще что-то ну даже там какой-нибудь комплект одежда ну то есть в целом в целом тут как бы место есть она не совсем маленькая но я выбирала чтобы она была небольшая то есть чтобы соответствовало параметру не знаю даже что это за бренд почитала отзывы у меня особое времени не было и вот ее заказали в общем я довольна посмотрим как она будет в деле да как бы и вот так вот это можно катить в принципе удобно но единственно ручки собрать потому что иначе они будут катиться по полотник ничего не останется то есть вот в принципе все нормально но я специально выбрала черный цвет потому что это практичные и протер и все и как бы она чистая все нормально вот такая она вот по моему на 33 литра если не ошибаюсь там было на 30 но это совсем прямо малюпусенький рюкзачок на 33 и на 40 что ли но есть еще такие вот прям большие а это такая вот она тканевая я вообще в принципе люблю и сумки тканевые чемоданы тканевые потому что пластик он очень быстро выходит из строя буквально вот сразу и трескается и он тяжелый в общем я не люблю пластиковые чемоданы далее кроме всего прочего тканевый чемодан помещается больше вещей чем в пластиковый так что я вот за тканевые чемоданы вообще за тканевый багаж также я вспомнила вдруг сейчас что у нас нет powerbank а ну то есть какой-то там старый есть я его хотела еще купить вот когда мы ездили в январе я поняла что уже надо купить новый и ну как бы знала да что нам надо купить новый и благополучно тоже об этом забыла и тут рук вспоминаю что нам нужно но у нас еще есть чуть-чуть времени запасе тоже вот сейчас я быстро заказала powerbank на днях не сегодня а завтра максимум после завтра должны привести то есть я думаю что мы успеем так что вот но очень важна эта вещь и вот так вот забываешь так что если вы собираетесь в поездку подумайте вспомните если у вас powerbank не надо ли вам его купить потому что мы чуть не остались чуть вот без этого powerbank а было бы конечно ужасно если бы мы забыли его заказать на старую то работает то не работает в общем что-то там не то поэтому вот смотрите вообще нужно всегда составлять списки что нужно как нужно потому что в последний момент можно обо всем забыть и вот как бы остаться без очень важной вещи так что вот всем напоминаю прямо пишите списке смотрите но самое главное шнур и там техника powerbank обязательно ну вот сумка тоже да может быть чемодан там у вас какой-то сломанный или старый или еще что-то все вот это надо продумать заранее все мои дорогие если будет еще что-то кстати powerbank тоже вам покажу когда он придет но если еще что-то такое вот существенное будет из покупок то тоже вам покажу все мои традиции обнимаю пошла собираться дальше на днях заказала себе туалетную воду хотела что-то новое какой-нибудь новый свежий аромат но ничего не нашла потому что с товаром очень плохо практически нет ничего а вот ланван был и я его заказала думаю но я знаю этот аромат он приятный мне нравится такой легкий летний цитрусовый то что нужно и уже заказала его потому что из легких у меня есть только джо малон вот вот сейчин сейсалт очень люблю этот аромат он просто бесподобный обожаю его просто но к нему захотелось что-то еще теперь у меня таких вот легких летних ароматом купила лекарства и сейчас вам покажу что я беру с собой ну кое-что я уже положила это вот надо было докупить как бы даже скажем так закупила первое энтеросгель очень хорошие вещи его уже давно можно сказать использую но дома он всегда есть вот уже закончился и беру с собой кстати тоже всегда вот например в анталии когда ли душа отравилась у нее жесткое отравление было вот там с другими какими то средствами также она вот принимала энтеросгель я считаю что ей помогло и вот у меня когда была недавно аллергия его тоже принимала вот тоже вместе с другими препаратами тоже считаю что он мне помог очень хорошая вещь дома всегда должен быть ну и в поездке тоже так что вот 1 это энтеросгель дальше дальше это для желудка 0 паза я в принципе редко очень пью потому что у меня желудком ну сейчас можно сказать проблем нет но мало ли что когда ты меняешь воду когда ты меняешь пищу но пусть это будет я взяла две упаковки потому что у меня тоже уже закончилась как бы дома всегда есть с собой в поездке всегда тоже беру вот две упаковки мне это кстати когда-то посоветовал врач и вот это единственное средство которое мне подходит если знаете вот там гастрит обостряется хотя он у меня уже давным давно не обостряется у меня в целом все нормально но иногда всякое может быть поэтому пусть будет никогда не помешать дальше это лиотон гель очень давно я его использую прямо даже уже не помню сколько лет но у меня всегда в самолете ну как правило может быть не всегда но в 95 наверное процентах отекают ноги также сейчас жарко везде и ну как бы вот ну без него просто невозможно ноги отекают я его наношу и становится намного легче причем я проверяла же вены и мне сказали что все нормально как бы да то есть это такая особенность организма но я пришла еще давным-давно это было говорю меня в самолете всегда ноги отекают когда дикая жара и влага тоже могут отекать на море могут отекать но вот разных ситуациях и она говорит у меня тоже самое у вас проблем нет это просто особенность организма так что лиотон гель это тоже для меня незаменимая вещь тоже уже заканчивается и поэтому надо было так или иначе купить следующие это мазь финал гон я пользуюсь этой мазью года полтора наверное вот когда у меня года полтора назад схватила спину руку ну вот жуткие были проблемы я спать не могла я колола что я колола мельгаму мельгаму я колола и но как бы мне слабо помогал и вот стала использовать эту мазь и вы знаете ну все вот все прошло ну то есть вот на всякий случай я ее беру я раньше мази не очень любила но после того как я увидела эффект я вот ее тоже ну на всякий случай мало или что то есть но как бы не помешает тоже выну из коробки маленький тюбик то есть ну пусть я я всегда говорю пусть ничего не понадобится но как бы иметь это все нужно ну конечно же кларитин без него просто никуда кларитин это просто вот всегда у меня в сумке находится тогда также давление вот я вот это вот использую средства но минимальный тут минимальная дозировка вот в к вид у меня повышалась до очень сильно давление когда я нервничаю она повышается но тоже как бы никогда не помешает пусть будет лучше не использовать но пусть будет пусть не пригодится и конечно же взяла еще волокордин потому что он мне очень всегда помогает спать когда у меня начинаются проблемы со сном я его пью дня два наверное вот вечером там скажем часов шесть или всеми засыпаю я всегда очень поздно и вот день-два и я начинаю нормально спать вот как бы мое снотворное ну как бы я стараюсь тоже не злоупотреблять я вообще лекарства не люблю если можно не выпить я не пью но на всякий случай пусть это все будет вот это все еще у меня там тоже что-то вот собранные серии парацетамол мы его привозили из турции что там еще ну вот какие-то такие вот тоже по минимуму какие-то лекарства и вот это я вот просто докупила тоже сейчас все буду собирать вот тут у меня будут всякие шнуры вот это вот для симки тоже вот сюда вот все положим виктория виктория секрет вот косметичка такая она очень удобная прозрачные я как бы сюда все буду класть и вот у меня еще тоже косметичка сейчас такая большая большая и уже сто лет я так люблю меню когда-то подарила сестра и вот тут вот как бы все-все-все вот помещается сюда там всякая косметика то себя ты десятая все что нужно парфюм не парфюм в общем все вот сюда сейчас тоже буду класть и вот я достала чуть не забыла ларош пазы это вот от солнца как раз тут 50 плюс ну то есть вот для лица нету тоже вот обязательно просто обязательно без этого никуда все мои дорогие я пошла дальше собирать вещи наверное на этом это видео я буду заканчивать потому что powerbank привезут наверное завтра или или послезавтра дали доль когда там завтра нам завтра до привезут уже я вам его потом покажу это как бы ну не проблема да я заказала на 20000 и мы и чудо там мах как это ампера не в общем я в этом не разбираюсь но максимально такой вот на 20000 заказала и ну потом как-нибудь его покажу может быть уже там когда приедем ну в общем покажу вам его потом не буду уже просто у меня потом времени не будет монтировать видео сегодня вечером его смонтирую и постараюсь завтра утром его выложить вот ну вроде как все из таких вот вещей остальное уже там наши какие-то вещи и все прочее вот это вот покупки показала посмотрим сумка кстати как она не развалится ли в дороге но я думаю что не развалится главное и не набивать сильно набивать мы и естественно не будем я вообще не люблю много вещей особенно вот в руках когда там ручная кладь когда вот это вот все знаете идешь эти тюки там на тебе несешь там висят на тебе эти тюки я это просто терпеть не могу но иногда другого выхода нет вот но вот у нас будет одна вот эта вот сумка ручная кладь но и наши сумки все в руках больше ничего чемоданы сдаем естественно в багаж все мои дорогие целую вас обнимаю вот видите как-то получилось так вот быстро записать видео будет возможность может быть еще запишу если нет то уже начну записывать в аэропорту но если что-то вдруг будет интересно и мало ли там вот где-то там выйду еще куда-то там может быть что-то там докупить и будет минутка то я возьму камеру и запишу если нет тогда уже но в любом случае скоро с вами увидимся все мои дорогие целую вас обнимаю пока пока